Венгрия. Одна из любимых туристами стран Центральной Европы. Богатая история страны оставила свой след и в национальной кухне. После французской и итальянской, венгерская кулинарная культура считается третьей по богатству и разнообразию блюд. Национальная еда Венгрии всегда наваристая и сытная. А в основе большинства блюд лежит мясо и овощи, в особенности лук, а также выпечка, и конечно же приправы. Венгрия – это страна, которую обязательно нужно попробовать на вкус. И в этом помогут местные жители, которые действительно способны удивить своей кулинарной фантазией даже самого искушенного гурмана. Привет, вы на канале Кулинарный ТОП, и это подборка 10 самых вкусных блюд венгерской кухни. Друзья, не забывайте подписываться на наши каналы в других социальных сетях, все ссылки находятся в описании к этому ролику. Номер 10. Турошчуса и лангаш. Эта венгерская классика сочетает в себе пасту, традиционный венгерский творог и хрустящие кусочки бекона. Турошчуса можно приготовить из разных видов макарон, но традиция предполагает использование скрученных плоских яичных макарон, которые при поедании рвутся на небольшие кусочки. Творог часто смешивают со сметаной, чтобы получился гладкий, бархатистый соус. Хотя блюдо и сочетает в себе несочетаемое, на вкус оно оказывается весьма оригинальным и является одним из самых популярных в истории венгерской кухни. Лангаш – это венгерское фирменное блюдо, приготовленное путем обжаривания во фритюре лепешки до золотистого цвета и хрустящей корочки. Лангаш традиционно употребляют в качестве закуски, перед этим посыпав разнообразной начинкой на вкус едока, от сметаны и тертого сыра, до чесночного соуса. Тем не менее, обжаренную лепешку нередко употребляют и в чистом виде. Номер 9. Лечо. Именно Венгрия подарила всему миру это легендарное блюдо. И если на территории постсоветского пространства, Балканского полуострова и Южной Европы лечо часто заготавливают на зиму, то в самой Венгрии его принято поедать сразу после приготовления. Как и любое популярное блюдо, лечо не имеет точной рецептуры. Но неизменным и обязательным является наличие трех видов овощей. Сладкий перец, помидоры и репчатый лук. Эта сытная венгерская рагу готовится на основе топленого сала или бекона, упомянутых выше жареных овощей, молотой паприки, соли и иногда чеснока. Овощи тушат до испарения жидкости, а в некоторые варианты лечо добавляют копченую свиную колбасу. В наше время существуют десятки рецептов венгерского лечо, и каждый вариант по-своему хорош. Лечо можно есть отдельно с хлебом или с рисом, но его также можно подавать в качестве гарнира к мясным блюдам. Кстати, легендарная венгерская паприка известна во всем мире. Именно здесь производят эту пряность самого высокого качества. Ни одна кулинарная культура не использует паприку так, как это делают венгры. Они настолько влюблены в эту пряность, что культивировали семь ее сортов, кардинально отличающихся по вкусу. От сладкого до жгучего. В Венгрии паприку используют повсеместно, она входит в состав практически 90% всех блюд местной кухни. Будучи ярыми поклонниками различных специй и смесей на их основе, мы хотим порекомендовать вам эксклюзивный сборник рецептов пряных комбинаций со всего мира. Сборник поможет вам окунуться в мир пряных комбинаций и познакомит вас с рецептами более чем 300 смесей специй, пряных паст и соусов со всех уголков планеты. После прочтения этой поваренной книги вы научитесь гармонировать специи, воспроизводить на своей кухне популярные и знаменитые смеси со всего мира и создавать свои уникальные приправы. Шаг за шагом вы познаете искусство ароматного баланса специй и магию вкуса пряных комбинаций. Вы можете заказать этот уникальный сборник на электронной библиотеке Литрис, или приобрести его непосредственно через нас, но уже с 50% скидкой. Все ссылки и контакты находятся в описании к этому ролику. Номер 8. Фаршированные перцы и голубцы. Венгерская кухня просто немыслима без этих двух блюд, которые можно обнаружить на всей территории страны. Сладкий перец, он же паприка, один из главных продуктов для венгров. А потому они не могли не нафаршировать его чем-нибудь вкусным и сытным. Разумеется, без мяса дело не обошлось. Помимо мяса в ход идет рис, макароны, яйца и различные приправы. Фаршированный перец готовят в насыщенном томатном бульоне с добавлением паприки. В Венгрии фаршированные перцы почти всегда подают в сопровождении бульона, и обычно едят с картофельным пюре и хлебом. Венгерские голубцы состоят из бланшированных листьев свежей или кислой капусты, фаршированных ароматной смесью свиного фарша, лука, риса и приправ. Аккуратно завернутые рулетики подвергают тушению в ароматном бульоне и разумеется с добавлением паприки. Куда же без нее. Также нередко голубцы запекают в духовке. Эти нежные рулетики традиционно подаются сметаной. Номер 7. Торт Добаш и Куртеж Калач Венгерская кухня поражает разнообразием не только мясных блюд, о которых мы поговорим далее, но и выпечкой и десертами. Поэтому, чтобы осветить хотя бы часть из них потребуется отдельный полноценный ролик. Однако, о двух самых популярных в Венгрии сладостей мы просто обязаны вам рассказать. Всемирно известный венгерский торт Добаш является национальным символом страны и по традиции состоит из шести тонких слоев бисквита с прослойкой из шоколадного крема и глянцевой карамельной глазури. В Венгрии аналогом знаменитого чешского тордильника является легендарный Куртеж Калач, который представляет собой пирожное в форме трубочки. Его оболочка готовится из сладкого дрожжевого теста, которое обваливают в сахаре, а затем смазывают растопленным сливочным маслом, после чего обжаривают на вертеле над огнем. Свежеиспеченные трубочки посыпают молотыми грецкими орехами или корицей, а также часто начиняют мороженым или взбитыми сливками. Номер 6. Венгерские колбасы Венгерская кухня просто немыслимо без вкуснейших колбас, известных во всем мире. Их часто употребляют в качестве самостоятельной закуски и как компонент к местным блюдам. Так какие же венгерские колбаски пользуются повышенной популярностью? Острые венгерские колбаски чебаи, обладающие пикантно-острым, дымным и пряным вкусом. Знаменитые колбаски дюлай, которые вначале подвергают медленному копчению, а затем сушке, а в итоге имеют приятный аромат дыма и набора специй. Салями из города Сегет и Будапештская колбаса – это еще два традиционных венгерских копченых деликатеса, но уже с благородной белой плесенью. Колбасы обладают невероятным букетом вкусов и имеют нежную кремовую текстуру, буквально тающую во рту. Дебрицинские сосиски – это настоящая классика венгерских колбас. Они используются для приготовления многих блюд венгерской кухни, которым придают слегка острый вкус и характерный привкус копченостей. Ну и наконец кровяная колбаса-огурка, которую по традиции готовят из свиной крови, печени, риса, приправ и других дополнительных ингредиентов. Будучи в Венгрии, все из перечисленных колбас рекомендованы к дегустации. Номер 5. Либамай А вы знаете, что общего между венграми и французами? Конечно же любовь к утиной печени, той самой фуагра или либамай, как ее называют в Венгрии. Либамай представляет собой воздушный паштет из утиной печени, который является настоящим деликатесом местной кухни. Его принято подавать как в холодном виде, так и в горячем. Фанаты этого блюда называют его вкус не иначе, как божественным. Мы с ними спорить не будем, а вот как удвоить степень удовольствия, подскажем. Алгоритм простой. Наливаете бокал сладкого венгерского токайского вина, откусываете кусочек либамай, наслаждаясь ее нежным вкусом, делаете глоток вина и познаете настоящий гастрономический экстаз. Номер 4. Халасля, баграч и фезелек Супы в венгерской кухне занимают почетное место. Без них не обходится ни одна трапеза, а местные повара не устают соревноваться в их приготовлении. Халасля представляет собой рыбный суп, или же венгерскую уху, которая по традиции готовится в бульоне, сильно приправленном жгучей паприкой, которая придает супу яркий красный цвет и необыкновенный аромат. Также в блюда добавляют лук и помидоры. Излюбленной рыбой для этого блюда выступает карп. Однако допустимы и другие виды речной рыбы, например сом, окунь и щука, а также их комбинации. Несмотря на простоту в приготовлении, халасля – это гордость венгерской кухни. Настоящий кулинарный шедевр, в котором гармонично сочетается все. Аромат, вкус, консистенция. Баграч – это еще один безумно вкусный суп, рецепт которого был в свое время позаимствован у венгерских пастухов. Традиционный баграч содержит одновременно четыре вида мяса. Свинину, говядину, оленину и мясо кабана, которые тушат вместе с картофелем, луком, сладким перцем, помидорами, паприкой, вином и другими ингредиентами по вкусу. По завершению добавляют любимое среди местного населения дополнение к венгерским супам – щепетки, маленькие кусочки теста. Современные варианты этого супа чаще всего содержат лишь один вид мяса и нередко заменяются на колбаски. В отличие от двух предыдущих блюд, Фюзелек представляет собой исключительно овощной густой суп. Для его приготовления традиционно используют кабачки, шпинат, баклажаны, сладкий перец, кальраби, чечевицу, капусту и дополнительные ингредиенты. По завершению приготовления для густоты в блюда добавляют тертый картофель или муку со сметаной. В настоящее время его обычно подают в качестве отдельного блюда в будние дни, а в праздничные – как гарнир к мясу. Номер 3. Паприкаш. Это популярное венгерское блюдо с нежным и пикантным вкусом способно покорить с первой же ложки. Чаще всего его готовят из куриных бедер и ножек, которые тушат вместе с луком в густом бульоне вместе с вездесущей венгерской паприкой. Классическим считается паприкаш, приготовленный именно из светлого мяса. Курятины, телятины, ягненка и даже рыбы. Использование темного или жирного мяса при приготовлении паприкаши считается отхождением от правила. Оригинальный паприкаш характеризуется добавлением сметаны и иногда муки, которые всегда добавляются последними, чтобы получился однородный сливочный соус. Блюда традиционно подают с венгерскими галушками, пастой тарханя и чепетки, а также другими макаронами и отварным картофелем. Номер 2. Гуляш. Если вы полагаете, что вам неизвестно ни одного слова на венгерском, то будьте уверены, одно уж вы точно знаете. Гуляш – это признанный король национальной кухни, изумительно вкусный и ароматный. Это легендарное венгерское фирменное блюдо готовится из мяса, традиционно говядины, которое тушат в богатом бульоне на основе паприки и тмина вместе с луком, сладким перцем, корнеплодами, а в некоторых региональных вариациях еще и с помидорами. Это блюдо пользуется огромной популярностью даже за пределами Венгрии. Во многих странах оно является синонимом густого рагу, а в самой Венгрии гуляш в основном представляет собой блюдо, похожее на суп. Это сытное горячее блюдо традиционно подают в сопровождении местного вида пасты чепетки или хлеба. Номер 1. Пёркольт. Мыло бы слишком просто, если бы все, что похоже на гуляш, им и являлось. Затейники венгры любят видоизменять и варьировать рецепты на основе похожих ингредиентов. Пёркольт – нечто среднее между гуляшом и паприкашем. Если вкратце об отличиях, то в пёркольте меньше жидкости, чем в гуляше, и нет сметаны, как в паприкаше. А теперь попробуйте не перепутать. Ну а уж если вы сможете отличить одно от другого, можете считать себя экспертом венгерской гастрономии. Это рагу готовят из мяса, такого как говядина, баранина, свинина, курица и других. Тушеных в ароматном соусе с большим количеством лука, чеснока и сладкой паприки. Готовится оно очень долго, а съедается очень быстро. Ароматное, невероятно вкусное, по-домашнему сытное, оно просто тает во рту. Сегодня существует множество разновидностей пёркольта, названия которых соответствуют ключевому ингредиенту, используемому в блюде. В постсоветских странах до сих пор популярно блюдо, которое во времена СССР называли гуляш. Так вот тот самый советский гуляш, который всем нам известен, являлся аналогом именно пёркольта, а не венгерского традиционного гуляша. А какое ваше самое любимое блюдо венгерской кухни? Делитесь в комментариях своими мнениями по поводу сегодняшней подборки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередную порцию интересных подборок из мира кулинарии. А я прощаюсь с вами до следующего видео. Всем спасибо. Всем пока. Друзья, не забывайте подписываться на наши каналы в других социальных сетях. Все ссылки находятся в описании к этому ролику.